МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья рыболовы, приветствую вас. Пора первого льда продолжается. Сегодня будем прикармливать лунки-мормушем. Все так же без мотылка, все так же надежда на крупную рыбу. Буквально за несколько дней навалило очень много снега. И весь лес теперь подернулся белым пуховым покрывалом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я проделал 11 лунок. Сейчас по-быстренькому пробегусь. По ним по всем закормлю мормушем. И у нас будет время, чтобы попить чайку. Мормуш я перевожу вот в таком вот тубусе пенопластом. Вон, на ушах швистелет. И все, кормушка у меня вот такая большая, клещевая. Значит, помногу заряжать мормуши я не буду. Я буду заряжать где-то по половине кормушки. И у меня еще после 11 лунок останется небольшое количество мормуши, которые я пересыплю в маленькую бутылочку с широким горбушком. И на тех лунках, на которых будут поклевки, я буду докармливать. То есть, посыпать буду просто сверху. Первоначальный закорм лунок я вас произвел. Сейчас попью немного чайку и пойду уже на первый круг. Так. Первая рыбка клюнула небольшая. Кунек. Кунек нажравшийся мормуши. Он такой. Перепад глубин с 5 метров до 3,30. Почти что 2 метра. Оп. Поклевочка. О, есть. О, это есть. Мормушка хорошая. Что такое? А, нет. Нет. Так. Окунек. Чуть покрутнее просто. Вот. Беги. Беги. Скинь чуть-чуть форму шестину сверху. Чтобы рыбка тут держалась. И еще подходила. Есть. Нет. Чуть покрутнее клянула. Опа. Чуть покрутнее клянула. Рыбка. Кто там клянула? Захватка что ли? Или окунек? Окунек. Чуть-чуть. Белесый. Я уже прошел целый круг. Понятия не имею, что надо этой рыбе. Она поднимается в большинстве случаев на 15-20 см за мормушкой. Следует за ней. И потом благополучно опускается на дно. Не знаю, что делать. Сейчас, наверное, немного чайку попью. И попробую, может быть, поменять мормушку. Вот рыбка хорошая. Опа. Ну чертика. Кто там? Окунек. Да, окунек. Вот такой. Получше. О, ты что ты? Кто ты? Кто ты, дядька? Кто это? Кто это? Ух ты, леску травит. Эй, ты кто? Окушок. Добрый. О, ребят, какой попал. Главное, не сдаваться до конца. Ну, такой, грамм сто. Сегодня это уже бонус. Давай. Уйди. Леску хоть постравливал немного. И то по кайфу. Продолжение следует. Возвращ ему. Хочется мне пару слов сказать о снасти, которую я сегодня использую. Это переделка из салмовской удочки, которую вы видели в видео про первый лёд, поставил я карбоновый хлыстик, обточил я ту рукоятку, по факту она конечно не цельнопробковая, а внутри идёт такой материал наподобие пенопласта что-ли что-то такое, дальше снял ролик отсюда, тут был ролик такой чёрный, тоже его снял, чтобы полегче было удилище, ну и наверное вишенкой на торте является кивок, выточил я его тоже из карбона, значит играет у меня здесь только получается первая треть, а дальше сторожок является своеобразным продолжением хлыстика, то есть я могу в азарте очень жёстко подсечь, но мягкость снасти позволит мне не оторвать леску, либо не порвать рыбьи губы, но конечно есть и обратная сторона медали, такая излишняя мягкость может негативно сказаться на том, чтобы хорошо пробить окунёвую пасть у крупного окуня, поэтому выход из этой ситуации есть только один, это всегда проверять крючки на ваших мормышках, то есть чтобы они были максимально острыми, если нужно будет какое-то более детальное освещение этого удильника, или в частности кивка, как он собран, то пишите в комментариях, я постараюсь вам это объяснить, если рыбалка выдалась очень сильно трудовой, то есть у меня несколько правил, которые я сам для себя вывел, первое и самое главное, это никогда нельзя падать духом, второе, это как можно чаще ходить по кормленным лункам, если лунки не кормлены, то сверлить, 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 третье, почаще менять проводки, чтобы раздраконить рыбу, ну и четвертое, если есть необходимость, то меняйте мормышки, пожалуй, все эти четыре правила, которыми я пользуюсь, но это только мои правила, прислушиваться к ним или не прислушиваться, это уже дело ваше, если у кого-то еще на этот счет есть какие-то определенные мысли, то напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать, кто и какие приемы использует, если вы приехали на водоем, и рыба показывает вам кукиш. Опа, есть, догнал и клюнул, на смене проводки, о, так это же хитрая плотва, все понятно, загнуло-то как жестко, эх, опа, чуть-чуть, еле-еле, о, эта рыбка хорошая, это, наверное, подлещик, хорошо тянет, кто там, ух ты, это дядя лещ, так, ну вот, ребята, посидел, поменял проводочки, все, рыбка клюнула, надо запечатлеть хотя бы, сейчас, за фото, и отпущу, друзья, рыбалка сегодня была очень трудовой, своими мыслями и своими правилами, которыми я пользуюсь, тогда, когда рыба перестает брать, я с вами поделился, если у кого-то еще есть какие-то мысли на этот счет, пожалуйста, пишите в комментариях, обсудим, ну и у меня на этом все, увидимся с вами в следующих видео, о. Продолжение следует...